всем привет дорогие друзья начинаем свой очередной обзор с крымского моста и подходов к нему сегодня у нас 13 ноября 2018 года и полетаем мы с вами от шоссе героев сталинграда до моста но сейчас правда летим в другом направлении сторону баггерова ну и заодно вот посмотрим с вами какой кусочек мы с вами обхватим сильный туман вот шоссе героев сталинграда слева справа видим как мост автомобильный уходит на дорога вернее автомобильный уходит на мост ну и железнодорожной части пока здесь не видно не нанесли но вот смотрите какой туман температура воздуха в на момент съемки было 45 градусов тепла достаточно холодно сильный ветер и вот я выбирал между ветром вроде затих когда немного сразу думаю надо полетать иначе при сильном ветре невозможно и ну и все равно сносит его приходится подруливать ну вот мы летим с вами пока в сторону досмотрового пункта видим слева какая огромная насыпь уже железнодорожной части железной дороги напомню от моста до баггерова 18 километров будет электрифицированы железные двухпутные дороги мост будет обслуживать пропускная способность 47 пар поездов так что работы идут полным ходом но на мосту пока особых перемен нет хотя по телевизору показали что вчера только забетонировали двести пятьдесят четвертую опору и начинают двигать пролеты ну видите а я рисую эти опоры и показываю вам втираю вам по ушам ну как правильно говорят одни некоторые мои зрители это мост фильм или лен фильм так что моста нет ну и вот мы развернулись с вами и летим теперь вот летим обратно к мосту видите вот она какая насыпь грандиозная здесь уже вот и гидропосевчиком побрызгали обочины вот они уже начинают потихонечку колоситься вот что значит летом когда брызгали все выгорело и только стоит немножко знаете сырой погоде даже несмотря на то что градус не очень большой на вон на улице и и все равно потихонечку начинает колоситься здесь уже нас и готовы и теперь только щебень и сверху поверх щебня рельса шпальную решетку вот видите пока транспорт ходит ездит по мосту туда-сюда ну и заодно полезное дело делает трамбует насыпь и вот справа мы видим с вами заправка со знаменитой вареничной меня просили вот осветить эту вареничную хотел выполнить просьбу своих зрителей но к сожалению вареничная закрыта и судя потому что там такой дверь грязная в пыли закрыта она уже давно вот а мы с вами не знали видите экскаватор работает отхватили половину территорию заправки вот он асфальт свисает еще здесь вот как раз заезд на заправку был ну и мы с вами летим дальше вот следующий экскаватор а тут перекладка перекладка коммуникации так думаю идет вот некоторые вот котлованы здесь вот видите тут слева если хорошо посмотреть труба вот котлованчик вырыли и что-то там делают но все переносит все коммуникации от железной дороги экскаватор занимается подсыпкой финишной подсыпкой вода не машины ходят туда-сюда по насыпи я хотел показать вам как как работает экскаватор но видите он как на зло увидел на меня и застыл но ничего летим с вами дальше посмотрим что какая здесь у нас вот сейчас как раз навстречу ветру это я ускорил а так почти дрон стоит почти на месте то обычная его скорость так 30 километров в час приблизительно где-то если безветренно то здесь вот сейчас на данный момент он летел 5-6 километров навстречу ветру и и приходится расходовать больше энергии соответственно меньше у него у батареи время в воздухе будет находиться поэтому мы туда далеко сильно не залетели ну смотрите видите впереди туман какой моста не видно и вот слева видите вот набросано тут был дом бабушки многие у меня спрашивают что какова судьба бабушки ну бабушка когда дом снесли приходила там свора собак у нее была приходила их кормить ну на вид вполне довольная видимо все хорошо для нее решилось точнее сказать не могу так как коммерческая тайна наверное если даже было были выплачены какие-то деньги то скорее всего мы никогда с вами об этом не узнаем ну и вот здесь начинается вот видите человек какой-то ходит по насыпи здесь вот начинается подсыпка щебенкой и лежат шпалы таманского направления пока только шпалы здесь больше не укладывают пока готовили насыпь там вот бабушкин дом но в скором времени я думаю начнут завозить щебень здесь как мы с вами видим откосы уже зелененькие быстренько как они заколосились слева у нас автомобильная дорога это все уходит в туман на мост еще раз говорю сейчас как раз навстречу ветру это я увеличил скорости в два с лишним раза и поэтому так кажется более-менее летит быстро а на самом деле очень медленно и вот мы немножко поднимемся заглянем наверх посмотрим сверху не видно ли ну нет полный туман сейчас мы влетим в туман с вами и посмотрим вот смотрите нифига не видно даже шумозащитного забора нашего как я его называю шумозащитный забор некоторые мне пишут шумозащитные экраны будет правильно ну дорогие друзья неужели вы верите в то что я не знаю как правильно это называется ну говорим на обыкновенно на доступном языке как говорит пословица будь проще и народ за тобой потянется вот я и стараюсь вот мы развернулись с вами и летим в обратном направлении сейчас ветер уже дует в задницу и видите хорошо он сейчас летит уже не надо здесь замедлять ускорять здесь вот естественная скорость съемка естественно как дрон летит возвращаемся здесь тоже все в тумане ну я так посчитал красивые кадры думаю что вы посмотрите с удовольствием ну а кому то если не понравится может просто перемотать и вот мы с этой стороны подлетаем к шоссе героев Сталинграда опять мы видим вот эту насыпь уже песок и щебень слева у нас находится сейчас верхний солнечный справа нижний солнечный и впереди эстакада шоссе героев Сталинграда кстати эстакаду открыли в полном объеме по две полосы в каждую сторону включили светофоры вот все это доделали там и эстакада работает в полном объеме и вот мы немножко облетаем это видите за эстакадой отсыпали вот этот вот пятачок такой смотрите большой это этого не было это искусственная насыпь вот он видите разровняли площадку я вот правда не знаю для чего это сделано почти вровень с эстакадой чуть ниже она ну высота приличная сделали вот эту площадочку и мы с вами разворачиваемся летим вдоль шоссе героя Сталинграда видим здесь машинки ездят и вот опять мы видим заправку и заглянем вдаль ну а я на этом дорогие друзья заканчиваю свой очередной обзор с подходов к крымскому мосту полетали мы с вами посмотрели что все таки здесь изменения грандиозные на насыпи и работы ведутся всего вам хорошего дорогие друзья не забываем подписываться на канал и ставить лайки до свидания до новых встреч в новых роликах до новых встреч до новых встреч